Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, вот, читая все эти действительно ужасающие проклятия, которые написаны в этой недельной главе, то человек как бы вот замирает, он, если это мыслящий человек, он смотрит, читает, многое сбылось, многое там, что написано, но все равно страшно очень, много всякого. Почему это все происходит? Ну, во-первых, вот смотрите, люди думают, у меня такие проблемы, такие проблемы, такие, в этом году было то, все, но говорят мудрецы, а кто задал себе другой вопрос, а как Богу было в этом году с тобой? И если он знает, что ты его любящий сын или дочка, и у тебя вот это для выполнения его заповедей, выполнения всяких предписаний, это идеально для тебя, то он виделся в этом году от тебя. Это тоже очень важный вопрос, который надо бы себе задать, чтобы понять, почему такие не очень хорошие вещи. Но вообще мы слушаем эти слова упрека в недельной главе слова. Почему эти ужасы все читают перед Рожешаном? Мы говорили, что мудрецы сказали, чтобы уже закончился год и закончились все его проклятия. Но тут есть очень много нюансов. Мы находимся в месяце Иллу, в месяце милосердия, молитвы, упрощения, в месяце подведения итогов. И у каждого, кто будет честный с собой и справедливый, он скажет, что не такая хорошая ситуация. С каким лицом человек предстанет перед Творцом? Если разбирать честно, сколько там, не то сказали, не сплетни, злословия, не то съел, не то сделают, я даже не хочу говорить, что это дело. Но с другой стороны написано, что Бог понимает и все равно весело устраивает этот мир. И у нас есть берегательная касса, эти страдания, которые выпали в этом году, все неприятности, все тревоги, все нехватки денег, какие-то болезни и там еще. Все это будет в чаши доходов, как ни странно. Но все равно мы же не хотим этого, мы поднимаем глаза кверху и что говорим. Пусть закончится этот год и его проклятие. Мы очень надеемся, почему мы просим, что нам не понадобится для уравновешивания страдания, всякие неприятностей. Не надо нам этого, пусть будет просто хорошо. Мы надеемся, что мы станем тоже лучше, добавим заповеди, уменьшим грехи и потому нам не нужно будет всяких неприятностей. Я рассказываю еще раз, тихо по секретам, как пройти небесный суд. Тут должно быть отношение такое же, как и к бизнесу. В бизнесе есть бизнес-план, для того, чтобы в банке получить или нет, надо представить бизнес-план, так и в духовном мире. Надо в Новый год иметь планы, сказать, почему именно тебе из миллионов других людей надо выделить энергию, средства и так далее. Надо сказать, вот записать причем, так не пойдет, надо записать. В следующем году я сделаю вот это, вот так, я там вот это прочитаю, вот это подвинуешь. Все, с этим ты приходишь к хорошей шанам. Надо стараться потом выполнить, стараться, что можно сделать. Но имеет такой план, хотя мы можем разговаривать с ним. И кому-нибудь рассказывать, это очень секретная информация. С этим я уже много лет делюсь, и вот люди проходят. Дело в том, что нам надо сократить разрыв между нами и наверху там, потому что то, что мы натворили своими делами. А есть только два способа, сказали мудрецы, этот разрыв в отношениях между Творцом и Человеком заделывать. Первый способ предполагает соответствующее действие со стороны Всевышнего, действие сверху, то, что называется. И мы иногда это ощущаем, потому что это нас куда-то помогло, где-то притянуло, где-то. Но это работает не всегда и не на всех. А второй способ, это инициатива восстановления связи снизу. Когда человек своими действиями начинает двигаться, и тогда уже все мы это видим, и действие неба. Поэтому мы находимся вот в том длительном втором изгнании, которое продолжается. И пока написано, человек не возьмет инициативу в свои руки, сейчас ситуация не разрешится. Само-сознанно написано по своей воле, человек должен возвращаться к Тивышнему. И эта концепция составляет самую главную основу нашей недельной главы. Вернитесь, вот написано в нашей недельной главе. Браха вы от слыха. Браха вы от слыха.